Многие женщины ошибочно считают, ой, у меня бедра широкие, но так у тебя и грудь, и плечи есть, и твоя фигура выглядит вполне пропорционально. То есть не надо, еще один совет, не надо искоренять сантиметры, размеры, килограммы, необходимо снимиться к пропорциональности имиджа в целом. Например, у крупной женщины все должно быть большое, не только мужчины, которые идут рядом, это мы уже обсудили, и крупная бижутерия, и крупная сумка, и, возможно, крупный принт, хотя не хочу это, как правило, кому-то пойдет, кому-то абсолютно нет. Второй принцип, которым я хотел поделиться, это принцип акцентов. Мы не способны увидеть человека целиком и сразу, так же, как и картину, так же, как любую довольно крупную композицию. Наш взгляд бегает, бегает по всему этому, и отдыхает, останавливается на каком-то одном участке, на какой-то зоне. Эта зона, как правило, является композиционным центром, ну, по крайней мере, специалисты ее так называют. Доминанта. Если у тебя широкие бедра, не привлекает к ним внимания, не надо расставлять акценты, которые заставляют взгляд смотреть туда, в эту область. Давайте возьмем какой-то другой пример телосложения. Полные ноги, например, проблема для многих женщин, особенно в определенном уже возрасте зрелом. Ну, как вот сделать ноги более стройными? Так не носи яркую, разукрашенную, слишком привлекающую к себе внимание обувь. Не носи ажурные чулочки. Не одевай туда то, что является наиболее привлекающим взгляд. Женщины видят детали. Подруги ей скажут, ой, какие у тебя новые туфли. А мужчина скажет, что у тебя ноги поправились. Субтитры создавал DimaTorzok